Лутбоксики, лутбоксики, а вот кому лутбоксики? Налетай, разбирай, хорошие, сочные, на кончиках пальцев. Покупай, не пожалеешь. Да вы совсем там охренели? За игру заплати, за батлпасс заплати, за косметику заплати. Ещё и лутбоксы. Вы меня нищим хотите оставить? Народ, на баррикады! Покажем им мать Кузьмы и отца дружин. Всем привет! Я Алексей Макаренков, врач-студмедэксперт и игровой журналист. Вы на моём личном игровом канале, где я рассказываю всякое про игры, игровую индустрию, а иногда про биологию и медицину. Ещё и так, чтобы это хоть как-то было связано с играми. И сегодня мы поговорим о том, как страшный большой брат, большие игровые компании, да и вообще бизнес, меняет мнение людей на всякие вещи и явления, которые изначально считались зашкваром, чем-то стыдным, порочным и даже недопустимым. В общем, сегодня я расскажу вам, как работает окно Овертона на примере игровой индустрии. Всем напоминаю, что поддержать канал можно абсолютно бесплатно лайком, репостом, подпиской с оповещением и комментарием, а можно и платно через Патреон и Бусти. Все ссылочки есть в описании. Имена доноров мы добавляем в титры. Подписаться рекомендую даже если лишних денег у вас нет. Я и на Бусти, и на Патреоне часто делюсь всяким закулисьем, не только для спонсоров, но и вообще для всех. А теперь погнали разбираться с ментальным контролем. Помните, товарищи, вы наконец должны оправдать оказанное вам высокое доверие. Жил-был весёлый американский электротехник и юрист Джозеф Овертон. И в начале 90-х годов он вывел теорию, которую проще всего объяснить следующим образом. Как сделать так, чтобы люди полюбили то, что они ненавидят? Вот вам один из самых ярких примеров, который обычно приводят в качестве демонстрации теории Овертона. В каком-нибудь 19 веке однополые отношения в большинстве стран были уголовно наказуемы. Приверженцев даже забивали камнями на улице. Но прошли какие-то жалкие сто лет, даже меньше, и внезапно однополые браки начинают законодательно разрешать, и много где общество начинает относиться к ним как к норме. Или возьмём менее яркие примеры. На заре зарождения кинематографа он считался для интеллектуальной элиты чем-то постыдным. Лёгким и глупым развлечением для масс, а для интеллектуалов есть театр, есть книги. И бац, сегодня кинематограф одной из величайших искусств. И с играми, кстати, аналогично. Просто они пока на более ранней стадии изменения общественного мнения. Что же произошло? Почему общественное сознание изменилось? Какая цепочка событий привела к изменению части общественного мнения? И можно ли эти события создать искусственно? Чтобы либо ускорить процесс принятия, либо вообще всех надуть и заставить полюбить то, что без внешнего влияния никто никогда бы не принял. Именно этими вопросами и задался Овертон. И в итоге у него получилась очень стройная, а главное абсолютно рабочая схема. Смотрите. У нас есть что-то, что для людей табу. Настолько мерзко и плохо, что даже говорить об этом в приличной компании не принято. Допустим, люди считают просто лютым зашкваром эпидерсию. Если человек делает эпидерсию, он изгой, его ненавидят. В него тыкают пальцами и гнобят всеми возможными способами. Что такое эпидерсия, совершенно не важно. Главное, что это табу. Например, допустим, что эпидерсия — это лутбоксы. Если ты разработчик, который вдруг начал делать такое в играх, тебе руки прямо в геймдеве никто не подаст. А игроки будут устраивать бойкоты, перестанут покупать твои игры, будут писать о тебе на форумах, что ты полный отморозок. В общем, вы поняли. Что мы делаем? Шаг первый. Берем средства массовой информации, то есть медиа. И делаем так, чтобы они начали обсуждать эпидерсию. Если вы большой, толстый, богатый или вообще государство, или огромный бизнес, вам просто, потому что у вас есть своя пресса, которая может плясать под вашу дудку. Если вы размером поменьше, то вы все равно можете найти продажных журналистов. Да даже это часто не нужно. Если вы сами публичная личность, вы можете начать говорить про эпидерсию, публично ругать ее и пресса сама подхватить. В духе, смотрите, мол, что этот известный чувак сказал. И все эти вбросы и обсуждения изначально достаточно долго надо вести исключительно с негативного ракурса. Раз для людей это табу, давайте говорить, что это табу. Как это плохо, как отвратительно, как мерзко. Лутбоксы плохие, фу-фу-фу. Главное ввести табуированную тему в информационное поле. Чтобы люди привыкли эту тему обсуждать. Чтобы табу перестало быть табу на уровне слов и разговоров. На это могут уйти десятилетия, а могут годы или всего лишь месяцы. Зависит от темы, от готовности сознания людей, да и даже вот просто от того, насколько наша условная эпидерсия реальная стыдоба с точки зрения логики. Если не такая уж сильная, а просто, ну да, зашквар, все не любят, но в целом вроде ничего так, то процесс идет очень быстро. Когда информационное поле сформировано, когда люди привыкли, что все вот нашу эпидерсию активно обсуждают, публично порицают, ругают на каждом шагу, очень плавно и незаметно надо переходить к следующему этапу. Переводу радикального настроя в допустимый. В какой-то момент в поле зрения появляются те, кто занимается эпидерсией. И да, их пока ненавидят, но их пригласят какие-нибудь крутые журналисты, узнают их точку зрения. И если творитель эпидерсии, вот нарушитель табу, не социопат, если он сам по себе приятный человек или вообще какая-то крупная медийная личность, он сможет рассказать о том, что творит, ну, с огоньком. Так что некоторые зрители задумаются. Ха, да он классный чувак. Да, он творит дичь, но классный же. Может быть дичь, которую он творит, не такая уж и дичь? Может быть лутбоксы не такие уж плохие? Может быть это нормально, вбахивать в них денег в 10 раз больше, чем было потрачено на покупку самой игры? Может менять смартфон каждый год, потому что твой собственный начал тормозить, потому что компания решила слегка замедлить его в очередном патче? Это тоже не так уж плохо? Они же о нас заботятся, хотят, чтобы мы имели самое лучшее оборудование, а прошлогоднее уже устарело. Вот. На этом этапе общественное мнение начинает меняться уже само по себе, потому что улей уже разворошили. Пчелы вылетели, и кого-то, конечно, покусают, а кому-то принесут митку. Кто-то будет орать, что это же табу, а кому-то начнет даже нравиться. Что важно понимать, зачастую на этом этапе уже даже нет никаких заговоров. Никто специально ничего не подхлёстывает. Просто наша эпидерсия уже плотно засела в информационном поле. Лутбоксы как бы уже обсуждают. Да, пока в негативном ключе, но люди уже задумываются о том, что не всё так уж плохо. Не такое уж это на самом деле и табу. И одновременно с этим этапом автоматически, зачастую без всякого внешнего влияния, происходит следующий важный этап. Помимо того, что в какой-то момент выяснится, что кто-то из известных и публичных людей занимается эпидерсией, вот все это поймут и кто-то даже примет, так вот, рано или поздно кто-то начнёт разбирать явления по косточкам, с точки зрения логики. Просто потому, что оно у всех на слуху, уже стало хайпом, уже мейнстрим, хоть и негативный. Я для себя следующий этап обычно называю логическим анатомированием, а Овертон называл выводом в поле разумности. Как это работает? Тему уже активно обсуждают, но пока ещё с негативного ракурса. Эпидерсия, фу-фу-фу, не делай эпидерсию. Но перелом в сознании уже начался, для кого-то уже не совсем фу-фу-фу. И вот тут мы находим экспертов по эпидерсии, выводим их в публичное поле и начинаем спрашивать их мнение о нашем табу, которое уже не совсем табу. Находим учёных, которые могут рассказать об эпидерсии не с негативного ключа, а которые объясняют, почему эпидерсия вообще происходит. То есть анатомируем явления. И такие люди как раз обычно рассказывают всем о том, как вот всё-всё-всё это устроено, демонстрируют логику. Тут даже стараться особо не нужно, потому что у хороших учёных вообще редко встречается радикальный подход. Они любую дичь стараются не осуждать или превозносить, а именно разбирать по полочкам и докапываться до сути. И объяснять людям, как это работает. Достаточно просто взять вот таких людей и приглашать их на прямые эфиры, брать у них интервью, и вот так вот по нарастающей. На деле в этот момент уже специально вообще не нужно никого приглашать. Маховик уже раскручен, всё происходит само собой. Придёт какой-нибудь известный и популярный разработчик, почти там аналог учёного, и детально расскажет, как устроена система лутбоксов, какие интересные математические модели там используются, как сложно делать игры, как это дорого, и что лутбоксы на самом деле это настоящее спасение для геймдела. И этот великий человек запросто может не сказать, осознанно или неосознанно, что есть и другие способы монетизации, что есть ещё и щадящие микротранзакции, что кто бы мог подумать, можно пилить годный контент и запускать батлпассы с кучей классных штук, там с новыми картами, оружием, персонажами, и не обязательно всё строить на чувстве азарта от открытия коробки, в которой непонятно вообще что лежит. Чувствуете, да? Я вот сейчас примерно тем же самым занимаюсь. Через негатив к лутбоксам, как бы говорю, что батлпассы с полезными штуками — это круто, но умалчиваю, что иногда стоят такие батлпассы почти как сама игра, и что всякие трухи там обычно сильно больше половины. И это тоже одна из хитростей окна Овертона. Сделать что-то мега плохое, а потом делать тоже плохое, но не настолько. И на фоне первого полного зашквара второе будет уже как бы и ничего такое, даже круто. И это, кстати, не значит, что батлпассы, монетизация и косметика — это абсолютное зло. Всё зависит от конкретики. Можно сделать хорошо и здорово, а можно вроде бы то же самое, но криво и бездарно. Всё зависит от мелочей и деталей. Но общественное сознание обычно мелочами не оперирует. Оно работает с глобальными понятиями, поэтому лутбоксы, абсолютно любые, это как бы зашквар. А батлпассы, даже отвратительно сделанные, как бы нормально. А на деле запросто может быть, что лутбоксики в игре копеечные, их мало, а выпадают из них реально крутые штуки. А батлпасс — дорогущий, отвратно собранный и сто крат хуже лутбокса. Но ругать будут именно лутбоксы. Когда логика явления всем понятна, когда информационное поле прошло стадию накала, когда куча людей уже вот нашей эпидерсией занимаются, финальный этап перехода из разумного в нормальное и обыденное проходит подспудно, сам собой. Никому никаких усилий прилагать вообще не нужно. Люди постепенно сами примут то, что уже объяснено и разжевано, что давным-давно обсуждается и стало абсолютной нормой для всех. Так произошло с кино, так случилось с открытой одеждой, во многих странах завершается процесс принятия различных половых вопросов, которые всего век назад были просто немыслимыми. И вот если посидите и подумаете, то сможете увидеть еще десятки и даже сотни других примеров. Что-то делалось искусственно и достаточно быстро, с сознательным проведением честь из окна Овертона. Но вы же понимаете, да, что вот подобные процессы могут идти и без чьей-то воли, просто естественным путем из-за накопления достаточно большого количества сторонников какого-то явления, которое когда-то было табуировано. А что же случилось с лутбоксами? Вроде вот уже все попривыкли, и вдруг такое. А случился в первую очередь Баттлфронт, хотя не только он. Кому-то захотелось побольше денег прямо вот здесь и сейчас. Этот кто-то просто перегнул палку, разрушил плавное движение по окну Овертона. Вполне возможно, этот кто-то даже не понимал, что вообще происходит, что нельзя пытаться слишком резко перескакивать с этапа на этап. Плавность в формировании общественного мнения мега важная штука. Чуть поспешил и баста. Один большой скандал может откатить состояние почти приемлемо, да опять почти табу. И обратно этот фарш уже не провернешь. Точнее провернешь, но придется очень-очень долго ждать, пока все успокоится и дальше начинать опять с самого начала, на тихих лапах. И поскольку лутбоксы и вообще гачи-механики могут приносить просто оверсайз бабла, игровая индустрия и крупные корпорации к ним еще явно попробуют подкатить. Дождутся, когда все уляжется, придумают лазейки, как обходить принятые законы и попытаются уже под новым соусом опять все это нам по второму кругу впарить. Так что будьте на чеку. Скорее всего, это случится еще при нашей с вами жизни, но не в ближайшие годы. Я прям вот представляю себе, как бизнесмены из игровой индустрии, вот кто понимает, через какие этапы окна Овертона проходили лутбоксы, просто выли от того, что сотворил со всей этой историей второй баттлфронт. Просыпались, наверное, в холодном поту и орали, идиоты, что вы сотворили? Все же хорошо шло, геймеры почти привыкли. Куда вы вылезли, кретины? Но хорошо, что это окошечко на время сдохло. Да, не полностью, да и сейчас лутбоксы много где есть, но вот лютого анального доната на них все-таки стало в разы меньше. И уж лучше баттлпассы и косметика, чем эти чертовы ящики, на которые люди реально посаживаются, как на азартные игры. Хотя, чуете, да, куда ветер дует? Я сейчас опять оправдываю потенциальную ерунду, потому что она лучше, чем вот наши табуированные эпидурсиальные лутбоксики. Такие дела. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, если видео понравилось. Обязательно пишите, какие примеры окна Овертона вам вспомнились, не обязательно из игр, можно и из любых областей. Все комментарии я читаю и на многие отвечаю. Напоминаю, что поддержать канал можно микротранзакциями на Патреоне и Бусти, зато без лутбоксов. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!